После того, как стало четко установлено, что за взрывами в Чехии стояли российские любители шпилей, многое начало проясняться и в истории со взрывами, но уже на украинских армейских складах. Как заявил один из главных журналистов-расследователей Беллинкет Христо Грозев, российские спецслужбы так же, как и в случае с Чехией, могут быть причастными ко взрывам на военных складах в Украине в 2014-2015 годах, в период самой острой фазы боев на Донбассе. Целью является удар по обороноспособности страны и подрыв доверия к действующей в Украине власти. Для многих украинцев причина внезапных взрывов с весьма любопытной периодичностью была очевидна уже тогда. Официальные лица утверждали, что именно так работают российские диверсанты, однако, к превеликому сожалению, информационный шум и работа пропаганды были настолько эффективными, что в итоге виновной назначили украинскую власть. И вот спустя годы еще одна клевета на Порошенко и команду развеялась как дым. А клевета была непростая. Это детально проработанная спецоперация, которую спланировали и провели, не только чтобы ослабить обороноспособность, но и дискредитировать патриотичную власть настоящих государственников и в качестве минимального плана плотно связать ее деятельность с таким негативом, сформировав антирейтинг и задел для прихода политической шушеры по типу нынешней. Ситуация в Чехии открыла глаза на очень многое из того, что происходило за все эти годы противостояния. Но, как всегда, мудрому украинскому народу нужно, чтобы ему со стороны показали, как же оно было на самом деле. Чехии повезло, что у нее нет профессиональных борцунов против режима, которые систематически и старательно вешали вину за московские диверсии на команду государственников. Поэтому в Праге довольно быстро поняли, что к чему, и погнали в шею московских послов. В Украине мы наблюдаем другую картину. Профессиональные патриоты после годов бичевания власти растворились. И у нас перед глазами идиллическая картина принятия всего, что творит Зеленский и компания. Работа у них такая – маршировать за мелкий прайс на митингах. Удивляет другое, почему после того, как Порошенко не был переизбран на второй срок, все феерично начинает сдуваться, даже не беря в расчет какие-то реформы, о них можно забыть. Зеленского сделали президентом не для того. Почему внезапно героические технократы и так называемые молодые лица, которые остались у кормушки при Зеленском, вдруг разбазарили свою эффективность и технократичность? Товарищ Ветренко окончательно превратился в свою маман и теперь продвигает российский нарратив в энергетике, хотя еще несколько лет назад снашал «Газпром» от лица «Нафтогаза» во всех судах и диктовал свои условия. Почему все компании, которые показывали миллиардные прибыли всего за два года, стали показывать миллиардные убытки? Получается, что все, что у страны было с 2014 по 2019 год – армия, экономика, суды с «Газпромом», внешняя политика, деолигархизация, децентрализация, борьба с коррупцией – все это держалось на одном человеке, без которого даже те люди, которые показывали результат, не могут ничего сделать или пошли на сделку с «зеленой властью» и занялись банальным дерибаном. Неудивительно, что такого человека нужно было сливать, используя для этого все методы, в том числе военные диверсии в Украине и за границей. Все названные события взаимосвязаны между собой и открывают совершенно иную картину на происходившие тогда и сейчас процессы. Жаль, что никто все равно не извлечет должных уроков из вновь открывшихся фактов и не сделает хотя бы минимальный анализ того, к чему привели Украину, манипуляции и реакция на, казалось бы, несвязанные события.